Уважаемые товарищи, наш форум называется «Октябрь 17-го. Прорыв к социализму». Есть предложение под таким же заголовком принять наш итоговый документ, резолюцию форума левых партий, остановившись в нем на оценках Великого Октября и значение этого события для дня сегодняшнего. Я позволю себе процитировать тот проект, который был подготовлен. Сто лет минуло с того дня, когда рабочие крестьяне России во главе с партией Ленина взяли власть в свои руки, заложили основы советской страны. Эту вековую годовщину отмечают все прогрессивные силы Земли. Опыт советского государства наглядно демонстрирует, сколько много дает социализм трудящимся широким народным массам. По рукой тому уникальная система социальных гарантий, созданных в СССР. Экономическая система социализма также доказала свою эффективность. Она заставила мировой капитал идти на самые серьезные уступки. Была одержана великая победа в борьбе с германским фашизмом. Целый ряд стран пошли по пути социалистического развития. Была разрушена мировая колониальная система. Под влиянием Советского Союза весь мир стал значительно гуманнее, демократичнее и справедливее. Разрушение СССР самым тяжелым образом отразилось на мировой ситуации. Подчеркивая всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции, мы воздаем должное памяти всех поколений борцов за социальную справедливость и социализм. Как участники форума Левых партий мы выражаем уверенность в том, что российские коммунисты продолжат великое дело большевиков, а прогрессивные силы всего мира будут разворачивать все более уверенное наступление против сил политической реакции и социальной деградации. Капитализм погружает мир во все более острый социально-экономический кризис. Жизненный уровень миллионов жителей планеты снижается. Капитал продолжает наступление на права трудящихся. Агрессивные действия империалистических сил являются источником острой напряженности в разных регионах мира. США и их союзники вмешиваются во внутреннюю политику разных государств мира. Они осуществляют поддержку реакционных, ноуфашистских и религиозно-экстремистских группировок. Мы, представители Левых партий, сохраняем непоколебимую убежденность в том, что социализм является единственной возможностью для всестороннего развития человеческого общества и каждой отдельной личности. Он представляет собой реальную альтернативу капитализму, несущему с собой кризисы и войны. В условиях растущей международная солидарность и объединение усилий всех левых партий являются необходимыми условиями для эффективного наступления на капитализм. В условиях растущей агрессивности крупного капитала нам предстоит усилить борьбу за истинную демократию и права человека, последовательно и твердо разоблачать преступную сущность империализма, бороться против любых проявлений антикоммунизма, расизма и милитаризма, необходимо крепить фронт сопротивления империалистической экспансии, бороться против вмешательства в дело народов и государств, против агрессивной политики НАТО. Сто лет после первой победоносной социалистической революции убеждают нас в том, что социально-экономический, общественно-политический и культурный прогресс лежат на пути социалистических преобразований. Великая Октябрьская революция остается в наших сердцах, как величайшее событие XX века. Исторический спор между капитализмом и социализмом не завершен с разрушением СССР. Дело Великого Октября продолжается, социализм победит. Спасибо.